Оленька, ну расскажи мне, твой муж вышел с тобой на связь? Сегодня на ТЭТе мы хотели ему позвонить, но не дозвонились. Он спит. Решила сама проявить инициативу. Думаю, позвоню его маме. Он остановился у своей мамы. Я смотрю, она в сети была. Не берет трубку ни в какую. Она в отказ ни в какую. Не хочу ни слышать, ни видеть. Ни оператора, никого. Сюда не приеду. Вообще, живите своей жизнью. Ну что это такое? Ну столько лет уже это длится. Все впустую. Уже Димку отправили. Вы, ведущий, нам хотите помочь? Не, ну я тоже считаю, что это перебор. Слушай, уже жена официальная, беременная. Ну уже сколько можно? Уже прими выбор сына. Это его путь. С чем это связано, я не знаю. Вот просто сижу и гадаю, доводы, домыслы говорю. Своё мнение, она потом вот обижается. Я уже думаю, лишний раз буду молчать. Но Дим кому не виноват? Он всё равно старается. Он пробует. Он говорит, я сутками напролёт с ней общаюсь. Садимся вот за столом и как с ним не спешусь, я с мамой разговариваю. Я с мамой говорю. Да я вот тоже не хочу с ним ругаться. Я боюсь ему что-то лишнее сказать. Ой, я соглашаюсь. Я понимаю, что тебе сейчас в твоём положении лишний раз ругаться, ну совершенно ни к чему. Но я также понимаю, что вы новая ячейка общества. Можно я ещё скажу? Вот честно говорю, можно отменять себе самые лучшие цветы, какие она хочет? Парфюм её любимый. Ну, то есть я стараюсь. Вот честно, я не хочу сейчас хвастаться, показаться там какой-то хорошей там, да. Ну, я действительно... И никакой ответки, да? Нету. Ну хоть бы спасибо за цветы сказала. Ну, возьми ты трубку. Ну, неужели сложно два слова мне ответить? Ну да, Дима спит, позже позвони. Ну, почему так? Оль, мне это непонятно, честно говоря. Спасибо сказать действительно можно. Хотя, ну, я думаю, что, наверное, взрослого такого уже зрелого человека, может, она считает, что ты её покупаешь подарками? Я не знаю, что у неё в голове. Я не знаю, что она думает. Ну, это, конечно, очень обидно. Всё на смарку. Ребят, как вы думаете, Дима действительно старается, как он говорит Оле? Или он попробовал раз, поговорил с мамой, но не получилось. Ну, будут тусить в кафе, ходить с друзьями встречаться. Лиз. Я думаю, что когда сейчас созвонится Оля, она должна ему сказать насчёт мамы. Я всегда была за маму. Но мы понимаем, что девушка в положении. Да. И он не берёт сейчас трубку, потому что он спит. И мама знает, что он спит. Если что-то с Олей случилось, а она звонит маме, может, она звонит поэтому, потому что что-то случилось, она беременная, и мама не берёт трубку, это ненормально. И Дима должен сказать, мама, а вдруг что-то случилось, ты бы меня разбудила. Мало ли что. Потому что Оля сделала так, что Дима прекрасно знает, что Оля без него справится, если что. Всё сама решит, все ей помогут. Она и без него тут жила нормально. Понимаешь? Нет, вот просто сейчас я не за маму. и сама себя обеспечивала, и все делала для себя. Он просто знает это. Вот и все. Саш, вот хочу у тебя спросить. У тебя тоже мама. Я эксперт в этом вопросе. Я знаю, да, и тоже с непростым характером. Вот эта ситуация, у меня сейчас такое легкое дежавю случилось. Вот не хочу как бы никого, ничего. Вот как я сейчас скажу, так оно и будет. Потому что я такое пережил здесь, на самом деле. Ну, давай, чтобы мы сейчас не плакали на лобном, ты давай ближе к теме. У Димыной мамы сейчас идет ревность, потому что она... Не потому что она плохой человек, или еще что-то такое. Такое бывает. У нее сейчас конкретная ревность, потому что она понимает, что все, мой сынуличка, мой сыночек, он больше не мой. Он теперь принадлежит совершенно другой женщине. Более того, как бы он от нее никогда никуда не денется. Саш, извините, я перебью. Какая ревность? Мама многодетная. Без разницы. У нее скоро будет внук или внучка. Вот, пока не родился внук или внучка. Я вам вот серьезно говорю, я вот правда, я эксперт в этом вопросе. Я знаю, блин, по 100%. Она сейчас ревнует Диму, прям конкретно ревнует. Но это все... Что бы вы сейчас ни делали, хочешь ты с ней поговорить, пытаешься с ней, даришь ты ей цветы, ничего не изменится до того момента, пока у вас не родится дочка. В тот момент, когда она родится, у вас ваша крошечка, и его мама увидит свою внучку, вот только в этот момент все поменяется в нормальную сторону. Сейчас... Саша, скажи, пожалуйста, а как мама увидит свою внучку? По телевизору? Увидит она. У меня было все то же самое. Нет, подожди секунду. Как она увидит? По телевизору? Нет, не по телевизору. А как, если она даже трубку не берет? Она приедет на роды, в любом случае. То есть она попадет на роды, она приедет. Будут в любом случае, будут родители собираться, они поедут в город к себе. То есть к Диме поедут в любом случае. То есть это случится только в тот момент, когда она увидит внучку свою, вот тогда все наладится. До этого момента, ну вы хоть кол на голове чешите, хоть, я не знаю, там, коле вбивайте здесь на лобном месте, что угодно, дети, ничего не поменяется. Я тебе говорю, плюнь на это на все, просто родите спокойный ребенка. Ну подожди, я сейчас хочу, чтобы Дима приехал, с какими новостями, может, еще есть дни. Да с какими новостями, Оль, с такими же, с какими и сейчас. Ты сама не жалеешь то, что ты его отпустила туда? Потому что результата поездки не будет. Да нет, нужно пробовать, он же все равно, хотя бы попробовали, так бы сидели бы опять и вот этот размышляли. Хорошо, хочу послушать Надю. Скажем так, когда мужчина хочет, он найдет любую возможность для того, чтобы все было хорошо. Не важно, любым способом, он маме доказал бы там. Потому что Олю он любит, он хочет быть с ней, он объяснил бы это тоже, мама, прости, там, за себя, за все наши отношения. Не забудь, пожалуйста, это все в прошлом, у нас дальше в будущее, у тебя будет внучка. Я бы так просила, если бы я была мужчиной, да, и ехала бы именно просить прощения и соединить сердца. Почему он этого не делает? Наверное, потому что... Ну, кстати, может быть такой вариант, да, что все-таки он к маме, наверное, все-таки больше прислушивается. Может быть, все-таки к маме у него больше уважения. Ты хотел сказать, к маменькин сынок ты сказал, да? Да. Может быть, все-таки, говорю, к маме больше уважения, все-таки, чем к Оле? Я говорю, я вот со стороны смотрю, вот слушаю, да, я как бы прошлые отношения их не видел, но я считаю, что здесь такая ситуация, что действительно маменькин сынок, который боится маме что-то сказать, выразить свое мнение какое-то, да, где-то поставить ультиматум, вот. И он сейчас и боится Оле признаться в том, что он действительно с позиции, так скажем, мужчины не может понести ответственность. И тем самым он сказал, да, я поеду, не вопросы, типа якобы порешаю, а сам по факту поехал просто отдыхать. Потому что если он бы сделал так, как он сказал, что я мужчина, я все порешаю, он приехал бы сначала к родителям, к ее поздоровался, там, чаю попил, приехал бы к маме и сказал, мама, не хочешь принимать Олю за прошлое отношения? Хорошо, прими, пожалуйста, ребенка, это твоя кровинушка. И мама бы приняла, если бы она не приняла, он бы мог поставить ультиматум, сказать, либо я, либо моя семья, все. Я на тебя посмотрю, ты такой он, либо я, либо моя семья, это твоя мать в первую очередь, твоя мать, но моя мать, она должна меня понимать, ко мне прислушиваться, как и я к ней, а извините меня. Если она не принимает мою семью, мудрая же, Григорьевна, умная женщина приобретет дочь, а глупая потеряет сына. Вы должны вот эту простую вещь понимать. Хорошо. Она же тоже мудрая женщина должна это понимать. Просто я говорю, здесь такая ситуация, что просто он боится поговорить с матерью. Я больше чем уверен. Вот реально, сделай так, когда родится ребеночек, и будет возможность вместе вдвоем полететь к маме, полетите и посмотри, что он будет говорить маме. Я не знаю, можно это сказать. Я не хочу никого обидеть. Ты же в такой же ситуации был. Извини, Руслан, пожалуйста, что вспомнила. Ты же в детском доме воспитывался. Да. Он ей благодарен. И говорит, я буду ей... Тишина. Он не может ей ничего сказать, поперечить, потому что я ей благодарен, что я не рос, не остался в приюте. Она не родная мама его? Нет. А, да ладно. А, я не знала. Я тоже никто не знала. А, я поняла. Он и говорит, может быть, моя родная мама бы, Олечка, к нам бы и на свадьбу приехала, и приняла бы тебя. Честно говоря, я ее тогда вдвойне не понимаю. Просто вдвойне. Я не собиралась плакать, извините. Все. Очень сильно. Спасибо.